Шестой Вселенский Собор. Шестой Вселенский Собор был создан в 680 году в городе Константинополе. Опять же, Турция. Константинополь сейчас Стамбул, и ещё его называют Царьградом, и ещё его называют Новым Римом. Называли, значит, все, вот смотрите, первый Вселенский Собор Никейский, это Турция современная, второй, третий, Турция, четвёртая. Разные города сейчас, они и в разрушенном состоянии очень многие, ну, кроме Константинополя, кроме Царьграда, кроме Стамбула. Землетрясение было в этом году, и, кстати, на святую, на святую, на мою святую, на мою святую Ксению Петербургскую, как раз день её был, и бабахнуло землетрясение. Шестого февраля. Шестой Вселенский Собор, так я прочла, 170. Собор был созван против лжеучения еретиков-монофилитов, которые, хотя признавали в Иисусе Христе два естества, божеское и человеческое, но одну божественную волю. После Пятого Вселенского Собора, который проходил у нас в Константинополе, опять же, Турции, Волнения, производимые монофилитами, продолжались и грозили греческой империи большой опасностью. Император Иракли, желая примирения, решил склонить православных к уступке монофилитам и силой своей власти, повелевал признавать в Иисусе Христе одну волю при двух естествах. Защитниками и изъяснителями истинного учения церкви явились Сафроний, патриарх Иерусалимский, и константинопольский монах Максим Исповедник. Которому за твердость веры вырезали язык и отрубили руку. Представляете? Шестой Вселенский Собор осудил и отверг ересь монофилитов. Определил признавать в Иисусе Христе два естества – божеское и человеческое. И по этим двум естествам две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна его воле божественной. Достойно внимания, что на этом соборе произнесено было отлучение в числе других еретиков римского папы Гонория, признавшего учение о единоволии православным. Определение Собора подписали римские легаты, пресвитеры Феодор и Георгий, диакон Иоанн. Это ясно указывает, что высшая власть церкви принадлежит Вселенскому Собору, а не Папе Римскому. А мы к этому как раз и не Папе Римскому, не Папе Римскому. Кстати, Папа Римский, я только прочла, вот на днях установил, позволил крестить однополые этих вот, там, трансгендеры и так далее. Через 11 лет Собор вновь открыл заседания в царских палатах, называемых Трульскими, для решения вопросов, по преимуществу относящихся к церковному благочению. В этом отношении он как бы дополнил Пятый и Шестой Вселенские Соборы, потому и называется Пято-Шестым. Пятый и Шестой Вселенский Собор. Римский кормчая книга, которая и является основанием церковного управления Православной Церкви. На этом соборе осуждены были некоторые нововведения Римской Церкви, не согласные с духом постановлений Церкви Вселенской, а именно, принуждения к безбрачию священников и диаконов, строгие посты в субботы Великого Поста, при неоправданных послаблениях в другие дни, изображение Христа в виде агнца, ягненка. Потрясающе. Это у нас осуждение, это было в 680 году. Смотрите, Первый Собор установил священникам быть женатыми. Это у нас был четвертый век, 323 год. Вот сейчас 2023, это 323. Шестой Собор. Через 300 лет. Через 300 лет. Ну, конечно, сейчас Одесса была 1794, считайте, основана. Двести лет уже никто ничего не знает, а тут что сказать? Очень интересно.